объявлений в Директе. Господа, лично мое мнение, вот скажу честно, варианты вообще тестирования объявлений в Яндекс.Директе на данный момент это такая вещь сугубо интимная, что ли. И тестировать объявления, лично я считаю, пока нет смысла, только в очень конкурентных нишах. Если у вас ниша не особо конкурентная, вам достаточно написать объявление по модели ОДЦ, то есть offer deadline call to action и прописать цены. Если есть возможность, в тексте объявления. Использовать 56 символов в заголовке. Константин, как посоветовавши рекламируется ниша без большого спроса? Ниша Иван-Чай пока работает только по Архангельской области. Никак. Ну, как бы смешно не звучало, если большого количества запросов нет, то особо сильно... У нас очень часто приходят люди в наше агентство и спрашивают, что там можно сделать? Вот у нас есть 50 кликов в день. Вот мы спецразмещение висим, тратим очень... Ну, как бы... Тратим немного денег. Мы хотим больше тратиться. Что делать? Ничего не делать. Можно добавить другой вид трафика и все. То есть нет смысла мучить и вымучивать последнюю... Последнюю каплю с Яндекс.Директ. Скорее всего, вы только хуже сделаете. Как лучше использовать автоматические бидеры? Бидеры, они сами по себе автоматические. То есть не надо масло-масляное писать. Есть ли смысл в новом аукционе делать это? Посоветуйте стратегию и формулу. Но я скажу так, что сейчас на данный момент рулит наивысшая доступная позиция, а не показ в блоке по минимальной цене. Поэтому, наверное, показываться все время на первом месте для этого бидер, возможно, поможет. Типа директ-автомат или что-нибудь такое. Но, честно, я пока не вижу смысла вообще использовать автоматические бидеры на новом аукционе, потому что, опять же, повторюсь, если вы умеете грамотно пользоваться директом, вы можете это делать и без бидеров. Я лично использую бидеры собственные. То есть у меня API есть, и я просто сам могу править и делать как угодно. Мне это намного удобнее, честно скажу. Поэтому никак не мог записать топ бидеров.